Украинская экономика, она вообще жива? Есть надежда? Или мы катимся все-таки вниз? Потому что мнения, которые слышим мы со стороны, от разных людей, они абсолютно полярны. Как вы считаете, что происходит с экономикой? Ну, я думаю, что, наверное, все украинцы недовольны темпами роста экономики. И даже те темпы роста, которые давала экономика ранее, до кризиса, до начала пандемического кризиса, явно не соответствуют тем политическим обещаниям политиков, которые звучат во время выборов. Потому что если все это вписать в экономику, то, соответственно, экономика должна показывать совершенно иные результаты, темпы роста. Этого не было. То есть мечтать о темпах роста 10-15% увы не приходится. Мы говорим о каких-то среднеевропейских темпах роста, но база-то меньше, совершенно меньше. Соответственно, и позволить мы себе можем меньше. И даже сейчас, если мы говорим, что год текущий уже, 2021, это год определенного возрождения, то, опять же, это возрождение после падения. То есть мы просто будем выходить на определенные цифры, которые занимали ранее. Естественно, и мировая экономика пострадала от пандемического кризиса. Мы тем более, тем более, благодаря, я бы сказал, различным непродуманным действиям правительства. Я понимаю, что мне в моем статусе не совсем корректно криковать правительство. Но некоторые его действия, в плане даже коммуникационном, объяснить иногда было сложно. Когда отменялись те или иные условия карантина и еще как-то и так далее. То есть, опять же, это достаточно общеизвестные вещи. Ну и, увы, у нас достаточно как-то блекло просматривается экономический блок правительства в части понимания, куда все-таки экономический блок двигается, какие реформы являются первоочередными. И поэтому единственное, что мы слышим, это отголоски любых переворов с международными кредиторами. И те уже, соответственно, выстраивают определенные крыльки. Это, в частности, судебная реформа, еще что-то и так далее. Но не ту артикуляцию, наверное, от членов правительства, которая должна быть. Ну, украинская экономика в 2021 году. Нам ожидать все-таки стагнации, да? Нет, это период возрождения, в любом случае возрождения. То есть, возврат к определенным, то есть, и все, фактически, большинство аналитиков говорят о цифрах роста экономики. То есть, в докризисный год мы бы, наверное, говорили, что это хорошее темпо роста. Опять же, это возврат к тем цифрам, которые были до кризиса. Поэтому это рост, но это рост все-таки, умеренный рост. В любом случае, я для себя всегда это называю стагнацией. Тут, наверное, соглашусь с вашей более такой радикальной формулировкой. Все-таки это стагнация. Для того, чтобы темпы хоть как-то нас удовлетворили, совершенно должны быть иные темпы. Ну, а основанием для подобных темпов должны быть не только реформы, которые должны спровоцировать увеличение роста прямых иностранных инвестиций и инвестиций национального капитала в экономику. Потому что, если посмотреть статистику по последним годам, увы, она весьма неутешительна. То есть, можно что угодно рассказывать с трибуны Верховного Совета, но статистика, увы, упрямая вещь. То есть, вот есть и все. Так бы кто, иногда даже скептически не относился к украинской статистике, есть и такие вещи. Продолжение следует... Продолжение следует...